Привет, друзья! В этом видео показываю вам отель Concord Front 5 звезд, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Итак, вот он пол нашего отеля. Элегантная такая вот скромная, но мне нравится. Люстра. И прямо, ребята, у нас сразу находится ресепшн, там где туристы регистрируют свое проживание. Еще раз напоминаю, время заселения у нас 14.00, выселение 12.00. Так, дальше. Справа у нас есть лобби-бар. Имеется ввиду справа в поле. У нас находится лобби-бар. Тут у нас внизу находится на нижнем уровне ресторан, главный ресторан. И вот такой вот вид у нас на море. Там ниже у нас находится бассейн типа инфиники. Надеюсь, постараюсь вам показать вам все в этом видео. В общем, пойдемте, пройдемся, посмотрим, как выглядит номер и территория отеля. И пока мы идем смотреть номер по территории, хотел бы вам рассказать некоторые основные моменты и нюансы по данному отелю. И первое, с чего я хочу начать, это из ветренности. Буквально пару секунд назад вы слышали тот звук, который был на территории во время того, пока мы по ней и шли. То есть, звук ветра. Да, если вы смотрели мое предыдущее видео по обзору Concorde Sport, там я вам показывал тоже такой фрагмент с ветром. И там ветер чувствовался гораздо сильнее, чем на первой линии. Тут тоже он чувствуется, но, во-первых, не так сильно. А, во-вторых, в принципе, я чего-то как-то не понимаю. Возможно, это такое расположение отеля в данной бухте, но на этой территории ветер тоже чувствовался. Просто не такой сильный. Хотя, еще раз обращаю ваше внимание, что отель находится в бухте Sharks Bay, которая считается, в принципе, неветреной бухтой. Но в отеле есть и некоторые плюсы, конечно, по расположению. Первое, это то, что он находится в пешей доступности от торгово-развлекательной зоны Soho Square. То есть, буквально там 500 метров нужно пройтись, и вы уже будете на этой площади. И, естественно, для тех туристов, которым очень важно, чтобы за отелем было куда выйти, то есть, куда можно сходить прогуляться, где можно пройтись по магазинам, сходить на дискотеку, это, конечно, безусловно, плюс расположений этого отеля. Потому что некоторые отели в Шарм-эль-Шейхе не имеют такой возможности. И даже отели, которые также самые расположены в бухте Sharks Bay, например, Sultan Gardens, он находится далеко от площади Soho Square. Кстати, и от аэропорта отель находится недалеко, примерно в 8 километрах. Но, опять, все зависит от того, по какому маршруту поедет трансфер, поэтому он может быть и быстрый, и долгий. И если вы не хотите гадать, долго вы будете ехать, либо быстро, тогда в аэропорту берете такси, по стоимости вам это должно выйти 5-10 баксов, в зависимости от того, как сторгуетесь, и уже через несколько минут вы в отеле. Номер категории «Стандарт». Имеем две раздельные кровати, чайный набор, телевизор. И вот такой у нас вид на море. Это «Фронт Вич Вью». Это самый лучший вид. Самый лучший вид. Так, и показываю вам, ребят, санузел. Значит, смотрите. Сразу у нас умывальник чистый абсолютно, косметика, фен нового образца, туалет. Туалет чистый, ребята. И такая просторная душевая кабина, тоже абсолютно чистая, без каких-либо следов ржавчины. И вот наши белоснежные полотенечки. По интернету отель обещает бесплатный Wi-Fi только в лобби. А вот в номерах уже интернет будет только за доплату. Кстати, в некоторых номерах категории «Стандарт» с видом на сад, не во всех номерах, есть балконы. Так, ребят, показываю вам пляж отеля «Конкорд». Это пляж на два отеля и на «Фронт», и на «Спорт». Смотрите, он многоуровневый. Пантон короткий, наверное, порядка 30 метров. Сначала идет стационарный пирс, дальше пластиковый пантон. Справа вот от пантона есть небольшая лагуна песчано-галечного захода. Можно зайти с берега. Деткам, взрослым, ну, чуть меньше, чем по колено. Вот так вот. Дальше попробую, если будет время, показать вам, что у нас здесь с рифом, что у нас под водичкой, если спуститься с этого пантона и поплавать в конце пантона. И сейчас на своих экранах вы видите «Инфиники» бассейн отеля «Конкорд Фронт». Довольно активное такое место. Много людей здесь. Естественно, обязательно без разговоров тут есть бар. С виду бассейн в хорошем нормальном состоянии. Но если брать, как бы, в сравнении с другими бассейнами, которые я видел, ну, по типу «Инфиники» в Шарм-эль-Шеке, то это не самый крутой бассейн, который есть в Шарм-эль-Шеке. Но, безусловно, это, естественно, плюс у отеля. А вот минус этого бассейна, это в том, что он не подогревается в зимний период времени. И, естественно, если это зима, то водичка, как правило, в бассейнах прохладная. Но в отеле есть еще три бассейна, которые должны быть с подогревом в зимний период. Два открытых и один закрытый. Кстати, бассейном отеля «Конкорд Спорт» гости отеля «Фронта» тоже могут пользоваться. Там есть горки и там бассейн тоже с подогревом. В общем, проблем с теплыми бассейнами в зимний период времени у туристов не должно быть. Так, ребят, показываю вам ресторан отеля «Конкорд Спорт». Ну и давайте посмотрим, как здесь представлено питание. Итак, первое, что у нас есть, это у нас супчик. Зеленый борщ даже. Вот так вот. Это у нас рыбный суп. Пойдем дальше. Тут у нас рис. Рагу из зеленого горошка. Сатей из овощей. Кальмары по-провансальски. Тут у нас что-то вроде пиццы. Дальше. Были макароны в соусе, молочные макароны. Был отварной рис. Отварные овощи для диетического питания. И отварная курочка для диетического питания. Было пюре. Много различных салатов. Конечно же, были свежие овощи. Там помидоры, огурцы. Все это было нарезано. Все это было свежее. Мясной ассортимент блюд был тоже нормальный. Учитывая, как бы, Египет, то это было нормально. То есть, была рыба на гриле. Была курица в лимонном соусе. Бифштекс в грибном соусе был. Были какие-то котлетки. И еще что-то, по-моему, там было что-то вроде бы пиццы. Был очень хороший сладкий стол. Да, тут не было 150 видов пирожен, которые отличаются по цвету и одинаковые по вкусу. Тут было всего немного. Имеется в виду, как бы, в разнообразии. Но оно было все, в принципе, такое разное и очень вкусное. По фруктам они были стандартные для этого периода времени. Ну и, в принципе, как бы, как и в других отелях, примерно были одинаковые. То есть, была гуава, была фурма. Фурма, кстати, была очень вкусная. Апельсин был порезанный. И стандартно бананы. Сервировка тут была нормальная по сравнению с другими отелями. То есть, тут не было очередей. И на вид все было вполне привлекательно. Атмосфера в ресторане была стандартная для шведской линии. То есть, было довольно-таки шумно, потому что, естественно, это и дети, и много отдыхающих. Но от этого никуда не деться. И это общий недостаток всей концепции шведской линии. Очень редко я встречал, чтобы при такой концепции в ресторане было тихо и спокойно. Само состояние ресторана тоже можно назвать нормальным. Да, конечно, есть какие-то там коцки, есть где-то какие-то изъяны. Но, опять-таки, по сравнению с тем всем, что я видел, это вполне хорошее египетское состояние ресторана. Да, есть, конечно же, и лучше, но тогда вам придется добавить несколько сотен долларов к бюджету на ваш отдых. Так, ребят, смотрите, я покушал в ресторане Concorde Front 5 звезд. Значит, давайте вам расскажу по питанию вообще, как мне понравилось, либо не понравилось. Значит, я попробовал, в принципе, все мясные блюда, то есть мясное, и мне абсолютно все понравилось. Из овощей тоже, кстати, я удивлен, но почему-то помидорчики были вкуснее, огурцы были вкуснее, ну, к примеру, чем в Авроре, вот, где я жил. Поэтому по питанию лично мне все здесь понравилось. Сладости тоже очень вкусные были. Из фруктов я кушал фурму, гуаву я попробовал, но я не любитель такого. И, в принципе, виноградик, который я взял из тортика, тоже был очень-очень сладкий, без косточек и очень вкусный. Собственно говоря, по питанию, ну, я скажу, что здесь хорошее питание для египетского отеля однозначно, потому что, в принципе, в других отелях будет похуже питание. Вот. Ну, если вы хотите еще лучшего питания, то, ребят, нужно заплатить немножко больше за отдых в Шар-Мальшейхе и выбрать другой отель. Хотя этот отель вполне удовлетворительный по питанию. Ну, и по территории мне тоже понравилось. Тут она более-менее ухоженная, в отличие от Concorde. Спорт, который на второй линии. Ну, вообще, она приятная, красивая. В отличие от того отеля, мне, конечно, больше понравилась территория однозначно. Сейчас я подхожу уже к пляжу. И попробую теперь вам показать, что у нас здесь с заходом и с коралловым рифом с понтона. Давайте мы все это посмотрим сейчас. Итак, вот наш спуск к пляжу. Смотрите, спуск у нас. Тут вот идет, получается, дорожка из плитки. А вот дальше пошел песочек. Ребят, с коляской, конечно, это будет печаль. Коляска по этому песку не едет. Соответственно, видите, вот кто-то оставил коляску. Дальше пошел пешочком. А кто-то, может быть, и рискнет, но я бы не рекомендовал сюда тащить коляску. Быстрее поломается, чем дотащите. Дальше вот у нас ступеньки. Так, спускаемся по ступенькам вниз. Смотрите, слева это понтон чужого отеля. Я не помню, как он называется. Поэтому слева понтоном, который с желтым пирсом стационарным, туристы пользоваться не могут. Отеля Concorda Front и Sport. А вот справа понтон у нас отеля Concorda. Пляжное покрытие, ребят, стандартное, песчано-галечное. Шезлонги. Ну, такие, видно, что старенькие. Смотрите, они, значит, у нас пластиковые. На них есть матрасы мягкие, толстые. Так что, в принципе, сойдет. Ничего, нормально. О, и то, что я хотел вам обязательно показать, это небольшой заход с берега. Он песчано-галечный. Вот, смотрите, туристы здесь лежат. Ну, в целом, вот видите, возле понтона плита. Дальше у нас здесь идет вот такой песчано-галечный заход. То есть здесь взрослому по колено, ну, тоже в зависимости от отлива-прилива, взрослому здесь по колено, когда прилив. Это сто процентов. А дальше, как бы, идет уже коралловая плита. Дальше вы не пройдете. Тут вот рыбки маленькие плавают возле берега. Ну, они быстренько уплывут, если вы зайдете в воду. Ну, вот, в принципе, весь пляж отеля Concorde Front и Sport. Так, друзья, нахожусь на понтоне. Сейчас вам сделаю подводную видеосъемку, чтобы вы посмотрели, как же выглядит подводный мир этого знаменитого курорта Шар-Мальшей у отеля Concorde. Итак, первое, с чем я предлагаю разобраться, это спуск в воду. Как вы видите, тут спуск представлен в виде лестницы. Это из-за того, что понтон тут не стационарный, поэтому реализовать ступеньками заход в воду на таком типе понтоне нету возможности по техническим причинам. Поэтому обязательно учитывайте этот момент. Что касается глубины, то тут небесно, как в некоторых других отелях в Шар-Мальшейхе, но до дна ногами вы никак не достанете. В метрах озвучивать ничего не буду, потому как точной информации я не могу вам дать, сколько это метров, а примерно, ну, то есть тоже, как бы, необъективно что-то говорить не хочу. По рифу. Можно сказать, что вполне нормальный домашний риф. Да, есть, конечно, в других отелях более интереснее рифы, но тут есть и живые, конечно, кораллы, и неживые кораллы. В общем, для домашнего рифа это вполне нормальный. Рыбки тоже, конечно же, есть. В этом видео я вам показал таких рыбок, которые тут плавали. Это рыба-хирург с разбойным хвостом. Очень красивая рыбка, но довольно-таки небезопасная. В принципе, она не является хищником, но она может нанести своими шипами, такими желтенькими, которые находятся у нее возле хвоста, очень серьезные раны. Они очень острые, и когда рыбка защищается, она может очень порезать. Естественно, это абудефтув обыкновенный, в светло-черном полосатом наряде. Рыбы-бабочки и антайсы. Такие небольшие рыбки оранжевого цвета, чаще всего максимальная длина составляет 15 сантиметров. Ну и много других различных рыбок. В общем, вполне нормальный домашний риф. Кстати, ребят, вот так вот выглядит пляж отеля Concorde со стороны понтона. То есть я сейчас нахожусь на понтоне. Смотрите, он абсолютно не длинный. То есть, ну, я не знаю, наверное, метров 30. Вот. И смотрите, какой многоуровневый, такой вот каскадный пляж у отеля. То есть сами шезлонги-зонтики у нас есть вот и на нижнем, то есть возле водички. Чуть выше есть шезлонги-зонтики. И, по-моему, на том самом верху тоже есть, но там ветерок очень хорошо чувствуется. И, кстати, по поводу ветренности, ребят, вот в этом октябре сейчас я нахожусь. Я не знаю, слышно вам, не слышно микрофон. Мне кажется, будет слышно вам. Но ветерок будет такой хороший. Так что я не могу сказать, что здесь будет тепло зимой, если подует ветер. Так что учитывайте, пожалуйста, эту информацию. Ну, смотрите, сейчас дует ветер. Я думаю, что-то микрофон задувает, и вы это все услышите. Ну что, друзья, давайте подведем итоги по отелю Concorde. Front 5 звезд, которые находятся в бухте Шарксбэк. Ребят, территорию посмотрел, мне все понравилось. Да, есть на чем работать, но вполне удовлетворительная территория. Мне все нравится. В общем, по территории зачет. Бассейн Infinity с потрясающими видами, где вы сделаете уйму красивых потов. Это тоже есть. Тоже плюс отеля. Дальше, ребят. Питание. Я здесь покушал. Вполне хорошее, нормальное питание египетское. То есть его с удовольствием эту всю еду можно кушать. Приятно относительно находиться в ресторане. Собственно говоря, еще один плюс. Номер тот, который нам показали, в отличном египетском состоянии. Пляж небольшой. Но в целом, как бы его, я думаю, будет достаточно, потому что вижу много свободных шезлонгов есть. Хоть он и на два отеля. Риф. Риф, ребят, еще не могу сказать. Буду монтировать видео. Прокомментирую. Видел лично. Плавала рыбка-хирург возле понтона. Все я это снял. Надеюсь, все получилось. И я вам все это покажу. Дальше. Понтон короткий. Большой плюс. Ветерок. Ветерок я ощущал, чувствовал. Лето. Осень. Весна. Все very good. Все отлично. Зимой, ребят, может быть ветрено. Соответственно, может быть прохладно. На пляже. Возможно, даже и на территории отеля. Однозначно хороший отель. Но с умом выбираем время для отдыха в этом отеле. На этом все, ребят. Если вы отдыхали, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео, что вам понравилось, что вам не понравилось в отеле Concorde Front. Когда вы отдыхали? Летом, зимой, осенью, весной. Было ли ветрено, не было ли ветрено? Как это все ощущалось? Что у вас было по питанию? Напишите это все в комментариях под этим видео. Я обязательно почитаю. Есть вопросы? Задавайте все в комментариях. Буду стараться вам подсказать и ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Смотрите эти видео и вы будете всегда в курсе самой объективной информации, которая вам нужна, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. До новых встреч, друзья. Пока-пока.